Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. По слухам, Оля Рапунцель, когда узнала, что Тата Абрамсон беременна, тоже решила завести ребенка. Но девушка уверена, что Дима Дмитренко бесплоден, поэтому она настаивает, чтобы он обследовался у врачей. Аэрна Костюк, недавно покинувшая проект из-за того, что Рапунцель собрала заговор против нее, обещает вернуться и поставить Рапунцель на место. Майя Донцова прокомментировала недавнюю потасовку со своей мамой из-за Максима Локотькова. «Я ругалась с мамой и раньше, но не из-за мужиков. И до рукоприкладства тоже никогда не доходило. Сейчас она в изоляторе, мы с ней не общаемся. У мамы был гражданский муж, но еще до прихода на проект они разругались. На поляну в скором времени собирается Лиза Полыгалова. «Как вы думаете, кто из парней больше всего мне подойдет?» Катя Кауфман и Илья Дебаров снова нашли повод серьезно поругаться. Илья без своей девушки покинул поляну и отправился в гостиницу, где праздновали свое возвращение девушки-участницы первого сезона «Острова любви». Влад Кадони рассказал, что Илья хвастался перед ним своей ночью с Лизой Кордобовской. Также Кадони рассказал о том, что состоялось самое последнее заседание суда Дома-2 в этом сезоне. Теперь за свои проступки участники будут отправляться в изолятор прямо с лобного места без суда и следствия. Вот некоторые комментарии зрителей. «Наигрались в адвокатов и судей. Все, лучше бы с лобного да прямо за ворота». «Ну а на Сейшеллах Олег Бурханов пытается наладить отношения с коллективом. На данный момент я выделяю пять девушек, с кем бы я мог построить отношения». А с другой стороны, Олег признался Лизе Кордобовской о том, что жалеет, что не попал в первый сезон на острове. Алина Камалачева написала в своем блоге, что ей на острове никто не интересен. «Я сама номинировалась в служанке и очень хочу поскорее занять эту должность, потому что строить отношения в таком месте полный абсурд. Да и женихов, как своих мужчин, я не воспринимаю. И мне так хочется домой». В новом журнале «Дом-2» Саша Харитонова рассказала о самом сложном периоде своей жизни. «Я тогда вновь потерпела неудачу, и у меня началась затяжная депрессия. Я находилась в отчаянии, и даже появлялись мысли о суициде». Саша Задойнов отметил свое 32-летие. Марина Мексика поздравила этой открыткой Сашу в своем микроблоге. «Мой сладкий пупс, поздравляю тебя с днем рождения. Все, что хотела пожелать, я тебе уже сказала». Сестра Саши Анна тоже поздравила его в своем блоге. «Ты для меня больше, чем брат, я тебя безумно люблю. Хорошо, что есть такой человек, которому можно позвонить в любой момент. И на вопрос «Ты меня любишь?» услышать, конечно, сестренка. «С днем рождения, мой родной!» Элини Камирен уже приписывают новый роман. Ее нового избранника зовут Сергей Бойцов, ему 22 года, но он уже добился отличных успехов в сфере бодибилдинга. О серьезных отношениях пока говорить рано, ведь Элина даже не познакомила его со своим ребенком. Настасья Самбурская, которую подозревали в романе с мужем Ксенией Бородиной и Курбаном Амаровым, обнаружила, что Бородина заблокировала ее на своей странице. «Ведь я же на детекторе подтвердила, что у нас с ее мужем ничего не было», удивляется Самбурская. Бывшие участники телепроекта Кристина Лисковец и Федя Стрелков путешествуют по Европе. «Я обожаю Европу и очень хотела разделить ее с тобой», написала Кристина. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.